Это был момент, когда даже сильный мужчина не смог сдержать слёз. Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, приехал в Балаково для того, чтобы посетить могилу своего друга, однокурсника Владимира Парахни. Он навсегда останется для Виталия Сучкова просто Вовкой, 21-летним парнем, который погиб в Афганистане 26 ноября 1981 года. Это был второй Груз-200, который прибыл в Балаково. В 2013 году в школе, где учился Владимир Парахня, установили мемориальную доску. Погиб при исполнении воинского долга. Очень сложно говорить, потому что этот парень погиб в 21 год. Это первый из нашего выпуска. Человек очень серьёзный, с другой стороны, порядочный, честный. Но, будучи курсантом, конечно, парень не был идеалом. Естественно, особенно на четвёртом курсе он влюбился в девушку. Часто ездил в самоволки, мы его ругали тоже и на комсомольском собрании. Но как офицер был просто безупречен. И, как нам известно, что он прикрывал отход своих солдат и погиб. И в то время я оставался в училище. Он был в Афганистане, меня оставили в училище. Я возглавлял комсомол как раз того батальона, где он учился вместе со мной. И мы в Ленинской комнате как раз сделали стенд. Это было первое, что мы могли, ну, минимальное, что могли сделать. Вот. А хоронили его здесь, в Балаково, поэтому никто не приехал из выпускников. Мы встретили гроб в Москве. Попрощались. В этом году у нас 100 лет училище. Это Московское высшее общевойсковое командное училище МНВСР. Оно так называлось. Это Кремлевские курсанты. И, естественно, очень важно собрать сведения и о погибших наших ребятах, чтобы, ну, сделать книгу памяти. Продолжение следует...